12-дневный марафон. Самые длительные соревнования Олимпийских игр. По 6 финалов, 2 дня. Сегодня первые 6 боев финальных, завтра 6 вторых. Ну а если по дням, точнее, 3-го, субботу и 4-го воскресенья. Первый финальный поединок. Весовая категория до 48 килограммов. Первый на легчайший вес. Это Мансуэто Веласко. Он в синем углу. Представитель Филиппин. В красном углу ринга чемпион Европы, чемпион мира, болгарин Даниэль Петров Баджилов. У него двойная фамилия. Рефери Кубини Столедо. Один из опытнейших арбитров на этой Олимпиаде. Хочу сказать, что в финале 7 кубинских боксеров. Напомню, что в Барселоне 7 кубинцев завоевали золотые медали. И вот вновь 7 в финале. Причем они прошли, очень четко прошли полуфинал и проиграли не одного поединка. И все 7 в финале. Трое представителей Болгар. Два представителя Казахстана. Это сенсация. И затем уже по одному боксеру от многих-многих стран. И в частности один российский боксер Олег Саитов. Мы с вами сегодня его увидим. Это второй полусредний вес. Болгарин начал отсчет точных ударов. Даниэль Баджилов. Он больше известен под этой фамилией. Такой обычный, стойкий ведет поединок. Очень аккуратен, хорошо защищается. Великолепно чувствует дистанцию. Его соперник филиппинец Левша. Любит боксировать в ближнем бою быстро. Тоже с хорошей реакцией. Любит боксировать сериями ударов. Ну и задача Даниэла Баджилова не дать филиппинскому боксеру войти в ближний бой. Вот видите, он все-таки стремится. Стремится преодолеть вот эту небольшую дистанцию. Сблизиться и нанести серию ударов. Петров построил, по-моему, этот поединок на контратаках. Будет ловить филиппинского боксера. Тот будет идти вперед, а он его будет встречать. Пока, во всяком случае, события так и развиваются. Болгары привезли в Атланту хорошую команду. И я, вы знаете, особенно буду переживать на следующий день, когда на ринг выйдет полулегковец Серафим Тодоров. Трехкратный чемпион мира, но ни разу ему не удавалось выиграть Олимпиаду. Очень бы хотелось, чтобы он этого добился на американском ринге. Терепинец, вот видите, вошел в ближний бой. Серия ударов, но ни одного очка. Пока, во всяком случае, ни одного очка. Американские зрители очень любят вот такой бой. Бой, когда в ближнем бою серия ударов на больших скоростях идет поединок. Ну, американцы избалованы профессиональным боксом, а не к любительскому относится как к нечто второсортному. Итак, первый раунд позади. На Олимпийских играх в Барселоне Даниил Баджилов был серебряным призером. Он в финале проиграл известному кубинцу Рохелио Марселло. Причем, как знаете, с крупным счетом проиграл. 10-24. На чемпионате мира в 91-м году в Сидней, в Австралии, где через 4 года пройдут летние Олимпийские игры, он был бронзовым призером. И тоже в полуфинале проиграл все к тому же кубинцу Марселло. На чемпионате мира в Тампере в 93-м году был вторым. Там уже проиграл армянскому боксеру Ншану Мунчану, чемпиона мира, чемпиона Европы, много лет ходящего в сборную Советского Союза. Ну и, наконец, в Берлине в 95-м году Даниил Баджилов сумел выиграть золотую медаль. И он чемпион Европы нынешнего года в Дании. И переиграл в финале Олега Кирюкина, украинского боксера. Ну, вы видите, сейчас третий раунд. И значительное преимущество болгарского боксера. Вот видите, счет уже в его пользу 11-5. Конечно, болгарину, кстати, 24 года. Его сопернику Мансуэто Веласко 22. Он не столько бесспорно титулованный. Он дважды побеждал на Южно-Азиатских играх в 91-м и 93-м годах. Очень уверенно ведет этот поединок Даниил Баджилов. Практически так и не дал серьезно побоксировать в ближнем бою филиппинскому боксеру. Хорошо маневрирует, уходит от ударов и работает на контратаках. Прекрасно причем это делает. Левый вот так вот сдерживает натиск филиппинца, а правый встречает. Хорошо фехтует левый. И сам идет на сближение. 10 очков. Это солидное преимущество. И я думаю, никто из вас сейчас в победе Даниэля Петрова-Баджилова, софийского боксера, не сомневается. Ну, если учесть, что трое болгар в финале, то вот очень важно победить в первом же бою, чтобы задать тон, показать пример своим товарищам. Последние минуты идет. Ну, надо отдать должное филиппинцу, Мансуэто Веласко. Он все-таки что-то предпринимает. Он вообще не столь пассивен, как, к примеру, был наш тяжеловес Алексей Лезин в полуфинальном бою против украинского боксера Владимира Кличко. Просто отдал инициативу в руки сопернику и ничего практически не предпринимал для того, чтобы спасти поединок. Девятнадцать пять. Вот видите, какой большущий разрыв последней секунды. И сейчас мы будем поздравлять болгарского боксера с первой золотой олимпийской медалью на этом турнире в Атланте. 24-летний софийский боксер Даниэль Петров-Баджилов. Ну что ж, Огорчел, Масуэта, Веласко, но 22 года, все еще впереди. Точные удары болгарина. Вот видите, как он встречает. Идет в Филиппине вперед, а вот прекрасные точные удары болгарского боксера. Итак, первый наличайший вес, золотая медаль у болгарского боксера. Кубини Столеда поднимает руку первого олимпийского чемпиона в боксе на Олимпиаде 96. Даниэль Петров-Баджилов. Болгария. Болгария. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...